Привет, народ! В данном видео мы с вами поговорим о трех самых бесполезных, с моей точки зрения, бариатрических операций. Меня зовут Евгений Пугач, на данном канале мы говорим только о бариатрии. Небольшой дисклеймер про меня, я не являюсь медиком, у меня нет медицинского образования, я всего лишь тот, кто сделал две бариатрические операции. На своем канале уже рассказываю, почему их было две, а не одна. И также у меня есть группа в Телеграм, можете пройти по ссылке в группе и посмотреть, что да как, пообщаться со мной не только, и дисклеймер основной, ребят, не делайте то, что я вам говорю, а только делайте это после того, как вы посоветуетесь с вашим врачом и специалистом, кто занимается бариатрическими операциями, только тогда делайте мои, скажем так, пожелания и мои указания. Мои указания это ни в коем случае не приказ к действию, но как-то так, поэтому погнали. Первое, самое, с моей точки зрения, операция никудышная, которое нахрен никому не надо, это гастропликация. Фу, я высказал это имя, потому что еще раз, русский это не мой основной язык, я говорю на иврите, но русским владеют довольно сносно, поэтому если вдруг что, я делаю какие-то ошибки, то простите меня заранее. Что это такое? Есть несколько типов данной операции, некоторые делают ее через лапироскоп, то есть через дырочки в животе, некоторые это делают через рот. Ушивают желудок, короче говоря, просто его тупо ушивают. Минусы этой операции, ребят, этой операции минусов на самом деле гораздо больше, чем вы думаете. Основная проблема, если вы хотите похудеть, и вы делаете эту операцию, вам, у вас будет проблема, может быть проблема такого порядка, их на самом деле много, но я буду говорить о основных проблемах. Первая проблема, что когда вам желудок всего лишь ушивают, и оставляют часть желудка, то что происходит? Гормон, который нам дает в голову, бьет, что блин, ты хочешь жрать, ты хочешь жрать, покушай, он остается тот же, потому что этот гормон вырабатывается в желудке. Получается как, желудок вам ушили, да, размер как бы стал поменьше, но вы, блин, хотите жрать так же? То есть это прям кошмар, бреды, фу-фу-фу-фу-фу-фу. То есть что происходит еще? Желудок, у него есть такое свойство, как растягиваться, и что может быть между швов, стенки желудка могут растягиваться. Что может быть, о чем опасность этого, что еда может туда попадать, и гнить, и прочее, фу-фу-фу-фу. Также желудок, у вас может произойти грыжи, разрывы, не дай бог, желудка, поэтому эта операция, с моей точки зрения, одна из самых бесполезных, которые только может быть. Дальше. Бандаж. Эту операцию сегодня делают очень мало. Когда-то она была популярная, очень удобная. Сейчас объясню, почему. Что такое бандаж? Бандаж, это, грубо говоря, на желудок одевается некое кольцо. Это кольцо контролируемое. То есть, допустим, вы поставили кольцо, жрать вы много не можете. Почему я не говорю слово кушать, потому что жрать, мы, те, кто толстый, те, кто смотрит это видео, как правило, это крупные, тучные люди. Или же свиньи, как был я, который был 180 килограмм. Охренеть. Вот. Что происходит? Допустим, вы перед Новым годом, да, хотите хорошо поесть перед Новым годом. Вы можете обратиться к врачу, он вам сделает укол в кольцо, через живот, кольцо откроется, да, и вы сможете жрать, сколько вы хотите. После Нового года прийти к врачу, закрой мне его. Опять укол, и его перекрывает. Теперь, какая основная проблема? Бандаж желательно через примерно лет 5 удалить. Просто удалить. Он нахрен не нужен. Это в лучшем случае. Дальше, что очень часто бывает, кольцо может лопнуть. У меня есть хорошая знакомая, которая лопнула кольцо, и примерно между грудей у нее торчала такая хрень. Ей пришлось его удалить. В некоторых случаях, что происходит, кольцо врастает в желудок. И придется делать уже операцию более серьезную, которую может сделать очень много последствий. Ребят, я вас не пугаю, это факты. Почитайте. Просто почитайте про факты, и вы поймете, что так на самом деле и есть. Теперь, похудение. Похудение. Ну, похудеете вы на 8-10 килограмм. Примерно. Я знал всего одного, нет, двух, вру, двух людей, кто после бандажа похудели, но один из них обратно вернулся в весе, когда ему удалили. Теперь скажите мне, стоит ли эта операция свеч? Думаю, что нет. Еще одна операция, которую я не считаю операцию, это баллон. Что это за операция? Это даже не операция. Через гастроскоп, как правило, вроде бы так его называют, вам засовывают некий баллон в желудок. У вас этот баллон наполняется, и получается, что вы много в себя впихнуть не можете. Я уже не говорю про побочки, которые могут быть. Он может порваться, он застрять может, его может перекосить. Основное гарантия на эту хрень всего полгода. То есть, вам придется через полгода его обратно удалить. Эта операция малоэффективная, вы уберете по статистике в среднем 8-10 килограмм плюс-минус за это время. Игра не стоит свеч. Теперь, для чего эту операцию могут делать или кому? Есть иногда люди с очень большим весом, которые могут просто эту бариатрическую операцию не пережить. Причем, кстати, те, кому ставят баллон перед бариатрической операцией, как правило, должны делать, скорее всего, должны делать шунтирование, потому что его вес этого человека очень большой. И что происходит? Могут вставить баллон только перед бариатрической операцией, только перед шунтом, для того, чтобы скинул, чтобы человек скинул примерно 10, а лучше всего 20 килограмм, и как только ему удаляют баллон, он сразу поправится. Но перед тем, как он поправится, убирают баллон и сразу делают бариатрическую операцию. Только в таком случае это нормально. Есть иногда пациенты, которые говорят, вот я вот хочу скинуть эти 8-10 килограмм, и мне этого достаточно. Поверьте, если вы хотите убрать всего 8 или 10 килограмм, мой дружеский совет, ребят, не прибегайте ни к какой операции. Если у вас позволяет здоровье, возьмите себе курс кето-диеты или сделайте сами кето-диету, ну, на месяца 3 максимум. Вы эти 10 килограмм, у вас они вот так вот уйдут, причем я не хочу вам обещать подписываться, и я это делал. Окей, я это делал, я 10 килограмм убирал очень быстро, я не хочу говорить за какой срок, потому что сейчас вы все кинетесь делать кето-диету, но кето-диета не всем полезна, вы должны про это знать. Кето-диету, повторюсь, нужно делать только если вас позволяет здоровье, и только если вы прошли медицинские проверки, и врач вам дал на это добро, но это штука, которая реально работает, а какую операцию выбрать, смотрите мои видео, я в них рассказываю конкретно, и ребят, если у вас есть какие-то дилеммы, найдите нормального врача, кто вам посоветует, не можете отыскать врача, есть ссылка на группу в телеграм, заходите в данную группу, мою группу, читайте, и еще один такой дружеский совет конкретно от меня, смотрите всех, кто снимает про бариатрические операции, потому что когда вы смотрите одного человека, окей, у вас может быть какое-то мнение, допустим, у меня есть мое мнение, которое обосновано на моем конкретном опыте, да и не только, есть другие люди, кто говорят про бариатрические операции, но, пожалуйста, прям умоляю вас, умоляю, не слушайте бариатриков, кто снимает видео на ютюбе, не только, кто вам говорит, что вы должны кушать кашки, супы, или еще какую-то дрянь, ребят, наша основная еда, наша основная еда, это белок, поверьте мне, я на этом канале всегда говорю не то, что вы хотите слушать, а то, что надо, с моей точки зрения, будьте все здоровы. с моей точки зрения,